Русские унижают режим осада, Священный Союз пошатнулся. Абдаламин Халяк, Альмадон, Ливан. 29 мая 2018 года. На новостных страницах и в социальных сетях появилось короткое видео, на котором российская военная полиция арестовывает солдат сирийского режима в Ялде, Бабили Бейтсахме по обвинению в мародерстве. Российские солдаты заставили солдат режима лечь на землю и унизили их, руководствуясь борьбой с мародерством в рядах сирийской армии. Видео вызвало оживленную дискуссию на страницах соцсетей среди сирийцев, выступающих против сирийского режима. Многие выражали свое ликование или негодование, но были эти, кто рассматривал ситуацию в политическом контексте, считая происходящее нормальным, потому как русские контролируют политику и ситуацию на местах. Подобные комментарии не были лишены иронии, и как писал один активист, Аллах защищает свободную российскую армию. Что касается новостных страниц правящего режима, то большинство из них воздержались от комментариев о том, что произошло. Возможно, ожидая инструкций, которые помогли бы найти им выход из этой ситуации и распространить общественность и правильную информацию. Несмотря на различные мнения по этому вопросу в соцсетях, видео нельзя рассматривать вне политического и военного контекста, особенно в свете взаимоотношений между режимом и его союзниками, и в частности русскими. 14 апреля США и ряд западных стран нанесли авиаудар по позициям сил осада. Это произошло спустя год после авиаудара США по аэродрому Шайрат в ответ на использование осадом химического оружия против гражданского населения. Примечательно, что тогда русские проигнорировали военную эскалацию, которая была американским посланием о том, что они не могут контролировать сирийцев. И несмотря ни на что, Россия была осведомлена о нанесении авиаударов. В прошлом месяце участились израильские атаки по позициям иранских сил и объектам, принадлежащим силам осада. Это, как и визит Нетаньяху в Москву в то время, когда Израиль наносил удары по позициям осада Ирана в Сирии, также свидетельствует о координации между Россией и Израилем. Существует и тайное взаимодействие между странами. Сирийский режим был бессилен перед решением России закрыть глаза на последовательные удары со стороны Израиля и Запада, что было вполне естественно, после того, как Ассад превратился в марионетку в руках президента России Владимира Путина. Известно еще много инцидентов, которые были расценены как оскорбления союзника Путина. Один из известных произошел на базе Хмеймем, когда Ассад отстал от Путина и попытался догнать его, но российский офицер придержал его, и Ассаду пришлось подчиниться. Кроме того, сирийского лидера неоднократно вызывали в Россию в одиночку без сирийских политиков и военных, которые обычно сопровождают его в поездках. Военизированные проправительственные формирования в Сирии Примечания редакторов Осады лежать на земле иллюстрируют взаимоотношения между русскими и режимом. Эта сцена иронична и болезненна тем, что солдаты силы оккупационного государства, которые убивают десятки тысяч сирийцев, пытаются показать себя защитниками собственности тех, кого выгнали с собственной земли и домов. Российское послание через этот очень короткий ролик может быть двояким. Во-первых, оно направлено на режим, его силы, шибиху и иран. Россия говорит, что только она определяет границы боевых действий и окончания войны на этих фронтах. Во-вторых, это сообщения для Запада и Израиля, которые приветствуют происходящее и, конечно же, предпочтут присутствие российских войск в районах, которые уже освобождены от контроля оппозиционных группировок и жителей после горького опыта с зелеными автобусами. Израиль и США предпочтут контроль российской администрации, пусть и временной, до тех пор пока Иран будет держаться вдали от российских решений. И кроме того ему запрещено появляться в этих районах и издеваться над жителями. Сирийцы – единственные, кто находится за пределами этой игры и пропаганды. Это видео показало, как сирийцы приветствовали унизительную сцену между бойцами армии режима и солдатами российской армии. Это можно добавить ко многим парадоксам, свидетелями которых стала Сирия. Время для серьезных и окончательных компромиссов еще не вышло, но многое указывает на то, что подобная ситуация не продлится долго. Охор тех людей, кто приветствует Владимира Путина как одного из лидеров победы над империализмом и победы над сотнями тысяч убитых и перемещенных сирийцев не сможет оставить без внимания сцену победы над горсткой воров и мародеров, которые появились в этом видео такими же униженными, как их лидер.